Друзья, привет! С вами Ретро Тех, а значит сегодня будет очередной выпуск старых мобильных телефонов. И сегодня у нас распаковка и проверка телефончиков, которые достались нам от одного хорошего человека. Поэтому присаживаемся поудобнее, берем целую гору вкусняк и мы начинаем. Ну а собственно для начала я хотел бы представить вам номер телефона человека, который занимается ремонтом телефонов и любой электроники. И собственно который предоставил нам возможность смотреть и вспоминать вот эти вот старые красавчики. Поэтому друзья, внимательно фиксируйте номер телефона и мы продолжаем дальше. Заранее прошу прощения за мои руки, потому что несколько дней, как вы знаете, я был в селе и села чистыми не приезжают. Поэтому вот что имеем, то имеем. Итак, друзья, погнали. Как всегда я убираю это подальше или поближе, чтобы тянуться. И мы будем рассматривать по одному мобильному телефону. Итак, у нас первый экземпляр это Nokia 6510. Класснючий телефон, просто кайфетский. Как всегда у нас отсутствует лоточек для симки, но это стандартная проблема всех моделей того времени. Она была съемной, причем быстросъемной, если вы понимаете о чем я. Ну что ж, давайте проверим его на включение. Батарейка у меня есть и кнопочка нажимается. Вставить сим-карту. Телефон рабочий, но кнопки не нажимаются. И что-то, собственно, выключается. Вот такое вот полурабочее состояние. Проверяем еще раз. Конечно же, телефон нужно мы приводить в порядок, чем мы, собственно, в ближайшее время с вами. И займемся. Спасибо большое, кстати, за все ваши подарочки, которые приезжают. Обзор на них совсем скоро вы уже увидите на канале. Ну а чтобы не пропустить обзор, вот вам телеграм-канал. Подписывайтесь. Все самые первые новости всегда появляются в телеграм-канале. Следующий мобильный телефон Nokia X2-00. Телефон, колонка в кармане, альтернатива, хорошая альтернатива громким старым телефонам, таким как 62-33 и 32-50. Ну и плюс возможность слушать FM-радио без наушников и транслировать это, собственно, радио на FM-волнах. Попробуем включить, работает, не работает, но нет, к сожалению, не включается. Признаки жизни никакие не подает. Давайте попробуем еще одну батарею, потому что обычно такие телефоны очень и очень живучие. Да, отлично, с другой батареи завелся и послушаем, будет ли звук. Подтверждаем. Защитный код у нас просит. Вот, собственно, в чем дело. Телефон нужно будет перепрошивать. Окей. Продолжаем. Убираем. Второй телефончик, второй рабочий, но тоже нужно наводить порядки, смотреть, что, как, чему. Следующий агрегатик, это любитель у нас в чате есть одного такого телефона, наподобие таких телефонов, да, скажем. Степа, тебе отдельный привет. И кто-то замкнул здесь контакты. Зачем? Непонятно. Давайте посмотрим. Ну, работает, но зачем было замыкать, непонятно. Так, включился и выключился. Еще раз. И все, да? На этом работать мы больше не хотим. Не хотим. Ну, ладно. Вот, собственно, вот так вот. Тоже бывает. Так, следующий аппаратик, это у нас Nokia L2 или L6. Ой, Motorola L2 или L6. Убитая. Убитая. Ну, тут даже... А, тут даже контактов нету. Просто ложим. Поехали дальше. Красавчик. Золотой цвет. Стайл. Сами знаете кого. Кто у нас любит золото. Поэтому давайте проверим, собственно, что и как есть. Телефончик. Господи, вечно их путаю. К1, по-моему, это, по-моему, да. Так. Есть. И есть. Состояние у телефона классное. Но, как всегда, вечная проблема. Это эти вот круги, которые остаются от клавиатуры. Но ничего страшного. На то это и есть старые олдовые кнопочные телефоны. Ну, он, собственно, запустился. Посмотрим, что будет дальше. Золотой цвет. Это, конечно, на любителя. Но скажу вам, что придает ему особого внешнего вида. Так. Окей. Выключаем. И будем потихоньку двигаться дальше. Насколько я знаю, моторол выключается долго. Ну, а мы... О, тут быстро выключилась. Класс. Давайте. Алюминиевая крышечка. Какая приятная. Есть. Иди сюда. Как говорится, получите. Распишитесь. Так. Батарея тут у нас стоит. Проверим, рабочая или нет. Nokia 5228 или 52. Собственно, 30. 5230. Сколько таких телефонов мы уже видели. Сколько их через нас прошло. И вот еще один представитель. Так. Берем аккумулятор какой-нибудь побольше бы. Вот такой. Подойдет? Да, подойдет. И будем пробовать включать. Поехали. Завибрировал. Посмотрим, работает ли дисплей. Дисплей загорается у нас всегда не сразу. Немножечко со временем дисплей вижу разбит. Ну и вы, собственно, тоже это все. Видите? Дисплей под замену. Но корпус у телефона неплохой. Помыть? Нет. Бздю. Поломанный. Ну, ничего страшного. Заглушки есть. А это уже ценный материал. А заглушки ведь действительно ценный материал. Так. Едем дальше. Едем дальше. Sony Ericsson J230 или 300. Ай. По-моему, 300. Так. Попробуем включить. Классный был телефон. Кстати, без карты памяти. Но поддерживал в свое время уже MP3. Тоже включается и... Да все хорошо. Все хорошо. Включается и выключается. Но это, возможно, у меня чисто с батареей проблема. Но сам факт, что включился, это уже круто. Так. Есть. Едем дальше. Sony Ericsson W700 или... Нет, это W700. Так. Смотрим. Да. W700i. Состояние у нас довольно неплохое. Поменять клавиатуру. И давайте пробовать, пробовать подключать. Задние крышечки нет. Ну, ничего страшного. Есть. Включился. И сразу же берем следующий. Это у нас Samsung Series X. Батарея даже, друзья, не вздутая. Это очень круто. Так. Давайте вот так вот. Проигрыватель посмотрим. Текущий. Класс. Все работает. Кнопочки. Вау. Хороший экземпляр. Уйдет в коллекцию. Так. Окей. Выключаем. Выключаем. Достаем батарею. Телефон сюда. Samsung. Пробуем включить. Скорее всего, мертая батарея. За столько времени. Поэтому не включится. Да. Но состояние внешней помытия. Он будет прекрасен. Следующий агрегат, друзья. Это Nokia M90. Телефон. Легенда. Телефон. Камерафон. Телефон. Раскладушка. Крутилка. Вертелка. Перделка. Собственно. Как хочешь. Телефон. 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 Лакшери. Персон. Да. Но батарея. Это. Слабая сторона. Была. Так. Включение. Да. Как помню. Здесь. Ну что. Пробуем. Включается. Или не включается. Нет. Друзья. Не хотит. Опять. Эта болезнь. Под названием. Не хотит. Нет. Так. Сразу. У нас что-то отлетело. Корпус. Здесь. Под замену. Давайте. Пробовать. Другую. Батарейку. Поставить. Опача. Подождите. Что-то там. Или это у меня в глазах. Нет. Друзья. К сожалению. N90. Не хорочек. Ладно. Будем смотреть. Собственно. Потом. Что и как. Сейчас. Не до этого. Не хватает. У нас немного здесь запчастей для нее. Но не проблема. Передние панелечки. Ну это такое. Так. Есть. Дальше. Siemens C72. Классный телефон своего времени. Батареи у меня здесь к нему нету. Поэтому просто мы его откладываем. Пускай лежит до лучших времен. Так. Следующая. Это раскладушка. У нас Samsung тоже. Все. Motorola C380. Сколько людей с ней ходило. Переходило. Это телефон вечный. Классный телефончик. И вот тут небольшой подарочек. Есть в виде сим-карты. Обожаю все вот эти вот симочки. Live Cell. Chicks. Chicks. Интересно. С родной батареей запустится или нет. Конечно же нет. Ну ничего страшного. Так. Отложили. C380. C380. Прикольный аппаратик. Вот так вот. И напоследок, друзья. Вот такая вот интересная вещь. Motorola. Я думаю, вы не знаете, что это такое. Поэтому давайте смотреть вместе с вами. Все увидели, да? C65JH. Телефон довольно-таки редкий, интересный и специфический. А специфический он, собственно, по тому, как он открывается. Надо было потянуть вниз. И он открывается. Закрывается спокойно. Но чтобы открыть, потянули вниз и открыли. Классный аппарат. Тоже нужно приложить к нему руку. Что, собственно, я и пытаюсь делать. И сделаю обязательно в ближайшее время. Телефон работает. Даже включился. Но проблемы с дисплеем. Не знаю, видите вы или нет. Полосы, полосы, полосы. Давайте вот так вот. Ну вот. Здесь вот четенько видно. И тут все работает. Классный телефончик. Просто супер. Вот такой вот, друзья, сегодня был у нас обзорчик. Еще раз напоминаю. У кого вы можете ремонтировать свои девайсы. Магазин девайс. Сервисный центр. Вот. А я говорю вам, как всегда, друзья, ностальгии. Всем пока-пока.